В Кургане на шоссе Тюнина От коронавируса уже умерли 80 человек и темпы не снижаются. Число заболевших превысило 2500 человек. К мнению властей, вспышка заболевания вступила в серьезную и сложную стадию. Роспотребнадзор подготовил пакет мер по недопущению распространения инфекции. Рекомендовано при планировании зарубежных поездок уточнять эпидситуацию, не посещать рынки, употреблять бутилированную воду и термически обработанную пищу. Есть шанс заразиться даже через посылки. Среди симптомов – повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. И они могут проявиться только через 14 дней после заражения. Ученые КНР выяснили, что этот вирус схож с коронавирусом из организма летучей мыши. Вирус зафиксирован уже в более 10 странах, в том числе Японии, США, Франции, Таиланде и Канаде. Курганцы в шоке от идеи установить в Парке Победы бюст Сталину. С подобной инициативой выступил ряд общественных организаций. Для простых курганцев Сталин – тиран, деспот и палач своего народа. За годы его правления пострадали от 10 до 39 миллионов граждан. Сталин оставил большой кровавый след в истории. В Курганской области жертвами стали около 780 тысяч человек. Это почти столько же, сколько сейчас проживают за Урали. В других регионах ставить памятники Сталину запрещено. В Ингушской республике, в Чеченской республике принят закон о запрете и о вековечении Сталина. Он губил десятки миллионов людей. Считаю, что он недостаём будет установлен в Парке Победы. Запретить все гаджеты за рулем предложили в Госдуме. Сейчас ограничения касаются только мобильных телефонов. В правилах дорожного движения с 2007 года введен штраф в полторы тысячи рублей. Запрет хотят распространить на умные часы, планшеты и другие устройства. Депутаты предложили наказывать тех, кто переписывается в мессенджерах в пути. Или выходит в эфир Инстаграм во время движения. Инициатива парламентариев увеличит штраф за эти нарушения до пяти тысяч рублей. Курганские детские поликлиники оформят в едином стиле. Речь идёт о фасадах зданий и отделке. Летом эту идею попробуют воплотить в жизнь во время модернизации нескольких объектов. Типовые решения для детских медучреждений предложил разработать глава региона Вадим Шумков. Почему в Кургане жить хорошо? Мы поинтересовались у земляков о плюсах жизни в родном городе. В Кургане жить хорошо. Да у меня в принципе всё здесь неплохо. Влагу устраивается Курган или раньше было, или сейчас. И чистота стала, и дороги хорошие стали. Так что, мне кажется, расцветает у нас Курган. Потому что спокойно. Нет никаких разрушений, как в некоторых городах. Природа у нас красивая. У нас лес рядом. Лес рядом. Регион довольно-таки неподверженный экологическим землетрясениям и прочее, прочее. У нас вот этот вот именно фактор. Мы здесь родились. Мы коренные жители, поэтому Курган нам нравится. Да я не думаю, что у нас жить хорошо в Кургане. Какие-нибудь плюсы, может быть, есть что-то положительное? Не знаю, не видела. В выходные на Курганском ипподроме состоялись трековые гонки. 40 сильнейших гонщиков России соревновались в этапах Кубка России, Кубка Урала и Сибири. Ездил зрителем. Потом друг мне предложил попробовать прокатиться. То есть машину-то я не сам собирал. Я её только доделал. Мне понравилось, так и пошло потихоньку. В классе А 1600 победил Андрей Тюрин. Д2 классика Сергей Елизаров. Автомобиль готовится в течение всего сезона. Кто-то выступает в зимнем формате, кто-то выступает в летнем. Поэтому автомобиль постепенно дорабатывается, что-то меняется. Ну и гонщик, когда приходит время к этапу, то он начинает проводить тренировки. У нас появится петля. С 1 февраля начнется прием заявлений в первые классы. Приемная комиссия запишет в первоклассники тех детей, которые закреплены за школами пропиской. Если родители хотят отдать ребенка в школу не по прописке, прием заявлений стартует 1 июля 2020 года. Отказать там смогут только по одной причине – отсутствие свободных мест. По СанПинам количество детей в классе зависит от квадратных метров на ребенка. Это примерно 2 квадратных метра на ученика. В этом году преимущество при поступлении в школу будет у братьев и сестер уже обучающихся школьников. Таким образом мы, во-первых, стараемся облегчить жизнь семей, в том числе и многодетных. Для того, чтобы не было такой разницы, один ребенок в одну школу посещает, другой ребенок в другую школу идет. Это, конечно, для семьи неудобно. Всего первоклассниками в этом году станут 11 889 детей по области. Это на 850 человек больше, чем в прошлом году. Одна из наиболее значимых для этой коллекции – это портрет основателя музея Дмитрия Андреяновича Белоусова. Работа художника Бориса Георгиевича Синицына. Портрет того, кто создал этот музей. Говоря о своем отце Андрей Дмитриевич Белоусов, сначала называет его краеведом, основателем музея, а уже потом ласково папой. Родился он в крестьянской трудовой семье. До 16 лет не знал даже простых дробей. Прошел Вторую мировую войну, а в послевоенное время стал учителем. Работая в Каширинской школе, он начал собирать книги. Эта страсть вылилась в школьный музей, который сегодня имеет уже 60-летнюю историю. Когда встал вопрос у отца, как дальше быть с музеем, то, в общем-то, наверное, от своей жадности я понял, что это бросать нельзя, иначе пропадет. Жадности какой? Духовной? Ну, пусть будет эта духовная жадность. Сейчас в Каширинском музее имени Кюхельбекера насчитывается около 10 тысяч единиц хранения. Это история живописи в картинах Курганского отделения художников. Помимо картинной галереи – мемориальная комната с полным собранием книг памяти, кстати. И ценный архив, который рассказывает о Заурале литературном. От Мерзлякова, первого литератора, до наших дней. История литературы за 200 лет – это итог собрания Белоусова. Прогуливаясь среди ценных рукописей и уникальных книг с автографами таких людей, как Валентин Распутин, Алексей Югов, узнаем исторический факт. Знаменитый русский поэт Михаил Лермонтов брал уроки поэзии у нашего земляка Алексея Федоровича Мерзлякова. Из Долматова мальчик начал приобретать знания через Пермь и в конце концов в 1804 году стал профессором словесности Московского университета в возрасте 26 лет. И одним из его учеников был Михаил Юрьевич Лермонтов. Электрик по профессии, а сегодня тоже краевед, сын Дмитрия Белоусова, продолжает дело отца. Уже 10 лет музей находится в этом здании. Раньше Андрею Дмитриевичу помогала верная спутница, жена Галина Петровна. Уже несколько лет ее нет рядом. Она была не только заведующей музеем, но и в советские годы возила школьников по всей стране. Сибирь, Кавказ, Прибалтика. Семейства Белоусовых хорошо знают здесь, в селе Каширина Китовского района. Знают, как великих патриотов страны, малой родины и своего дела. Любовь родины не описать это явление. Не то же самое, допустим, что вообще, что такое радость, счастье и так далее. Ольга Медведев, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok